Толгомонный Гидеон Не останавливается ни на секунду Давай догоняй, братишка Пойдем Найдем Айронса И упакуем его в ящик Гидеон, сюда, Толгомонный Гидеон Минуту Пошел Сам пошел Главное мне на башку не упали сейчас Хренас себе Мне кажется, они бы расслабились уже. Я что-то не знаю состав этого металла, из которых состоит и костюм. Стреляй из всего, что есть! Стреляй, Митчелл! Без всего, чего есть. Митчелл, держись! Ну всё, мы остановили запуск. А у него только одна ракетка, да? У самой крупной армии на земле только одна пусковая ракета. Треляй, Митчелл! Контакт справа! Вон ещё! Отпускай! Вижу его! Огонь! Раненый! Контакт! Впереди! Раненый! Раненый! В сердце, сука! Ещё кто-то? Идём, идём! Не отключайся! Не стыдно тебе, Гидеон? Однорукий парень! В полусознании! Убил всех твоих противников! Раз, два, один! Прорываем оборону города! Войска Атласа отступают! Отправляю вам на помощь беспилотные средства! Вас понял, Кинпин! Запуск отменён! Повторяю, запуск отменён! Как слышали меня? Кинпин, приём! Элона! Слышишь меня? Чёрт! Надоёл любоваться твоей задницей! Они ударят по зданию в любую минуту! Я опускаю тебя на землю! Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл! Нужен свет! Ну, давай попробую! Привет, Митчелл! Не двигаться, мать твою! Хочу попросить Адон! Он хакает наш экзот! Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки! Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрёт со мной! Это больше меня! И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо! Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Монтикору? Убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого! Когда у Атласа не останется врагов, воины прекратятся! Это неизбежные жертвы! Ага! Аргумент всех больных тварей в истории человечества! Они разнесут тебя вместе со зданием! Я мог убить тебя в лагере! Могу убить сейчас! Но не стану! Я не зверь! Митчелл, попробуй открыть свой Эгзо! Ну да! Ты же не можешь! Теперь мой! Не работает! Времени нет! Если он уйдет, все было зазря! Давай! Пошел! Конечно, его не трогают речи... Речи Эрнса! В принципе, они логичны! С удовольствием бомбанул! По Америке! Митчелл, погоди! Я не сдамся, так что вытащи меня! Митчелл, есть два варианта! Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним! Митчелл! Что ты говоришь? Что ты делаешь? Митчелл! Это я дал тебе руку! Митчелл! Я дал тебе второй шанс! Митчелл! 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 Держу, друг. Держу тебя. На него был только один путь. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Но, если он нашел ответ, то унес его в могилу. И на этом заканчивается Call of Duty Advanced Warfare. Ну, в целом и общем, это очередной Call of Duty. По сюжету типичный американский блокбастер, когда компания максимум из четырех героев бросает вызов сотни армии противника. Единственное, что мне понравилось, что противник-то, главный злодей, наконец-то внутренний. То есть, внутри самой Америки решил пройти против своих же, грубо говоря. Ну, человек опьяненный властью, движимый своими какими-то домыслами. И, что немаловажно, главный злодей это Кевин Спейси, известная голливудская звезда. Без него бы ловить было совсем не чувак. Но мы все прекрасно понимаем, что это лишь пиар, и таким образом ребята привлекают внимание к своему продукту. Лично мне данная часть понравилась больше, чем Call of Duty Ghosts, потому что на Ghosts мой бредометр зашкалил. Но здесь тоже такие смешные и спортные моменты присутствуют. То, как главный герой использует крюк, как скорпион, и мне доставило море позитива, и это было очень смешно и очень забавно. Но не стоит забывать, что это все-таки будущее, и вооружение не стояло на месте, отсюда и за скелеты с кучей возможных функций, кучей всяких гаджетов. И это, наверное, нормально. Это логическое развитие. К сожалению, не всем понравится такое оформление игры, но я думаю, основная масса пипла все равно схавает, и Activision заработает огромные деньги на этой игре. В графическом плане они игру, конечно, улучшили, но двигло дает о себе знать, и мы узнаем старую добрую колду во всех аспектах ее физики и механики ведения боя. Из плюсов могу сказать, что сюжетка идет плавно, и видно, что она продумана, потому что не вызывает резкого желания выключить игру нафиг. В общем, все. Это очередная колда, которая обросла гаджетами, и чтобы насладиться всеми прелестями графики и безумного сеттинга, вам нужно проапгрейдить будет комп, потому что эта часть очень чувствительна и требовательна к железу. Так что копим денежку, апгрейдимся, и все в мультиплеер. А с вами был Джейсон, канал TrueMania Games, игра от настоящих маньяков. Не забывайте ставить лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас друзьям. В описании вы найдете множество интересных ссылок и заходите в нашу группу ВКонтакте. Всем удачи и до новых прохождений. Субтитры сделал DimaTorzok Игры от настоящих маньяков.